Всем привет, это Фогель. Сегодня я на стране FM, пою для вас и общаюсь с вами. Меня зовут Роберт, мне 19 лет, я пою под псевдонимом Фогель, лично пишу песни сам. У нас скоро будет концерт, еще полтора года на большой сцене. Если любите музыку с душой, слушайте. Что касается альбомов, на сегодняшний день их у меня два. Один большой, второй маленький EP. Первый про любовь, второй вот только вышел. Он в принципе про какие-то общие темы, которые касаются, возможно, каждого подростка, а может быть и человека даже старше. Мой новый альбом называется «Режиссер». Действительно, я не очень, не то чтобы не очень люблю писать о любви, но это немного просто тоже надоедает. Я начал заниматься музыкой около двух или даже трех лет назад, я даже не помню, вроде как три года назад. И я шел все-таки с целью, наверное, как-то высказаться о том, что внутри происходит у меня и что происходит внутри у других людей, окружающих меня. И новый альбом «Режиссер» в принципе про это, скорее всего, да, про то, что каждый сам режиссер своей жизни, от самого человека зависит, что у него в жизни происходит, и все проблемы, это также все вина одного и того же человека, то бишь самого себя. И альбом просто учит и показывает, наверное, что пора бы брать ответственность на себя за свою жизнь, как-то так. Да нет, наверное, каждая, там просто каждая, они вроде бы все об одном и том же, если так посмотреть, потому что темы пересекаются из каждой песни, плавно переливаются в другую и так далее. Суть в том, что если ты выбираешь все-таки путь свободы, когда ты все-таки берешь ответственность на себя, то важно понять, что за этим будут и последствия непредвиденные и так далее. Здесь вот эти переосмысления в альбоме показываются тем, что действительно одна песня из другой перетекает и как-то так. Каких-то отдельных песен вряд ли я смогу выделить, наверное, разве что Голливуд, наверное, и, не знаю, Привет всем, наверное, скорее, ну как-то так, да. По поводу первой песни, она вышла, по-моему, я уже забыл, по-моему, 2017 год это был, у нас ребята занимались музыкой в Новороссийске, ну, в городе, где я раньше жил. И говорят, давай, вот, хочешь музыкой заниматься? Я говорю, хочешь, я как раз на тот момент очень хотел, но не было каких-то возможностей, что ли, найти студию, а у них как раз все было. И они говорят, давай с нами делать музыку, я такой, супер, а мы сейчас как раз альбом выпускаем, залети к нам. Я говорю, не проблема, я за 15 минут написал текст, это так себе трек получился, но все равно вот он был самый первый, вот, надеюсь, что его никто никогда не услышит. Изначально хотел вообще как-то сразу со смыслом песню написать, но поскольку я, они альбом уже почти выпускали, а я еще ничего не принес, пришлось быстро что-то накидать, лишь бы, лишь бы попасть. Вот, так сказать, первый опыт был у меня не самый удачный, но все же. Просто ВКонтакте где-то летает, иногда мне прилетают приветы из прошлого, ничего себе, это ты там, и так далее. Потом, ну, как-то все по чуть-чуть, то есть вторая песня там уже более осмысленная была, третья, у нас вообще через год без рекламы стало в ТикТоке разлетаться. Ну, на тот момент, когда уже была песня «Малолетняя любовь», уже когда у меня был какой-то хит, вот, после этого начала вот эта песня прям разлетаться по ТикТоку, и так приятно было. Что тоже приятный привет из прошлого. Постепенно, постепенно как-то путем проб и ошибок как-то вот это все набиралось. По поводу первой песни, да я не знаю, я никогда ничего, наверное, не жду от своей музыки. Я просто как бы делаю, а там уже если людям нравится, ну, классно, если не нравится, ну, что ты тут поделаешь. И поэтому от этой песни я тоже ничего такого не ожидал, что там прям все будут ее петь. Я просто написал и все, точно так же, как и сейчас. Хотя сейчас, конечно, я все же больше думаю, там, о том, чтобы там кому-то понравилось, кому-то там не понравилось. Но так в основном, какой-то там цели постоянно, вот, лишь бы хит сделать за этим, не гонюсь, потому что нужна, наверное, органика. Вот в органике весь кайф, когда ты можешь писать песни, и все равно будут люди слушать, чем когда ты напишешь хит, его послушают и про тебя забудут. А сейчас так и происходит в основном в индустрии, как я это вижу. Ну, по поводу современной музыки, я ничего не могу сказать. Вообще, индустрия изменилась в России, как изменилась, она появилась. И сейчас есть возможность зарабатывать на музыке, есть возможность легко продвигать свою музыку. Конечно, да, как бы вместе с тем растет и конкуренция большая. И уже выигрывает, конечно, не тот, кто сделал как-то более музыкально или как-то более, там, по смыслу, а тот, кто сделал что-то запоминающееся, какой-то запоминающийся припев. Так и вообще вся музыка сейчас, конечно, она абсолютно однообразна, и с этим ничего не поделать. Потому что, ну, все хотят как-то куда-то попасть. Вот, я не думаю, что все прям хотят писать то, что они пишут. Вот я с кем не общался, из артистов они говорят, мы хотим делать что-то более осмысленное, но понимаем, что это аудитории не так сильно надо. Наверное, как-то так. Потому что, ну, конкуренция, к сожалению, она убивает любое творчество. Но в то же время эта погоня за деньгами ни к чему хорошему, думаю, не приведет нас. Все же надо не забывать, что ты в первую очередь артист, потому что, там, помнить про бизнес и так далее. Вот, то есть, ну, как-то так. Я не знаю, я ничего из современного особо не слушаю, то есть, я слушаю из современного, это тех артистов, которые появились на сцене чуть до того, пока там появились топ-чарты, ВКонтакте, там, и все такое. То есть, это Макс Корский, Танит, Джаркалип, ну, Матранг уже все-таки ближе, наверное, все-таки к нашим временам, но все равно. Я же не говорю, что там мне все не нравятся, есть действительно классные исполнители. Я сейчас на повторе хожу, слушаю песню просто Леры, вот, из лейбла, там, где Тима Белорусских, в общем, очень-очень классно она песню сделала, мне очень нравится. Кто еще, ну, бывают какие-то такие моменты, вот, прям, можно найти из этих ста песен чарта ВКонтакте какую-то, действительно, ну, вот, которая мне понравится, но это редкость. Не то, чтобы я их слушаю постоянно, но мне нравится, что они будто бы, ну, они в одном стиле двигаются, ну, у них песни разные, но при этом они в одной какой-то движухе, то есть, ты, когда слушаешь их песни, ну, вот, там, включу, там, Гаррика, либо Леры, либо Тима, ты будто попадаешь в какой-то, ну, отдельный мир, то есть, ты какая-то сказка, что ли, сериал, я не знаю, как это объяснить, но все в одном стиле, в одном звучании, это очень приятно и круто получается, при всем при том, это не выглядит, там, как-то однообразно и так далее. Ну, насчет лейбов, ну, что можно сказать, есть хорошие лейбы, есть плохие лейбы, я даже не знаю, что тут можно подчеркнуть, мне, ну, я все-таки думаю, что я в хорошем, как мне кажется, ну, потому что, я не знаю, я держал, если тебе все нравится, у нас прекрасная команда, небольшая, конечно, но мы прям стараемся, мутим, мутим движуху максимально, и все примерно в одном векторе мышления находимся. Мне нравится, что меня никто не заставляет, там, писать как-то вот так, вот, или как-то вот так, вот, никто не заставляет, там, делать, клепать хиты и так далее, то есть, я, ну, в плане творческом полностью свободен. Вот, я не знаю, как на других лейблах, я слышал, бывают какие-то случаи, что там кто-то с кем-то поссорился, там, кто-то кому-то там не хочет песни отдавать, там, кто-то еще что-то, артисты очень жалуются, вот, нас обманули, там, у нас забрали все песни и так далее. Надо даже, наверное, просто договор читать, как бы, это же понятно, что они говорят, там, вот, на нас хотят заработать и так далее, да, ну, любой лейбл хочет заработать, я не знаю, я, я вот, будь я лейблом, я бы, я бы, конечно, хотел заработать, но зачем мне еще кого-то набирать, я, я, конечно, там, может быть, альтруист в какой-то степени, но не настолько, чтобы, там, просто вкладываться в артистов и ничего с этого не получать, наверное, как-то так. Если говорить про лейблы, то есть это прикольно, что, ну, лично мне нравится, потому что, все, не нужно думать ни о рекламе, ни о чем просто, я делаю музыку, там, ну, и сторис в инстаграм снимаю, все, это, ну, и выступаю, да, все, я больше ничего не делаю, да, и не хочу больше ничего делать, если честно. Я не знаю, я не ищу путь к сердцу школьника, сейчас такое время мы переживаем, вот, если говорить про школьников, я слежу, как артисты, ну, резко переодеваются в таких, блин, чуваку 25 лет, там, например, он, а он поет песни, там, подростки, круто, мы такие, юные, это так не трушно, что ли. Сейчас все, все хотят, если послушать, вот, песни, которые раньше было модно, понты, короче, показывают свои, сейчас все уловили фишку, видимо, наверное, сейчас в каждой песне, ну, может, не в каждой, но в большинстве песен, которые люди на постоянке слушают, есть слово, там, там, я простой пацан, там, да, у нас во дворе, там, все круто, и это, это, все хотят быть true, но есть, вот, о, Мияге, я, кстати, еще слушаю, вот, Мияге сказал в своей песне, но кто-то true, а кто-то трет за true, но не вывозит, и это прям здорово, прекрасные слова, потому что я тоже сначала, когда начинал, когда музыкой занимался, вот, когда только, вот, там, на лейбл попал и так далее, я тоже, там, строил у себя дофига true, там, вот, я такой хороший и так далее, пока не понял, а зачем, ну, строить из себя какого-то трушного и простого пацана, с ним можно им просто быть без всяких загонов и без всего, то есть не показушничать, а просто, ну, оставаться самим собой. Наверное, я все-таки стараюсь оставаться самим собой, но это бывает сложно, потому что тоже, что аудитория может не принять, но в то же время лучше будет ненавидеть за то, кем являешься, чем любить за то, кем не являешься. Что касается матов в песнях, я в жизни матерюсь, очень много матерюсь, и без этого я не могу уже, наверное, никогда не смогу не материться, я обожаю мат как, не знаю, это, ну, как еще, ну, вот, можно сказать плохо, а можно, ну, мне плохо, можно сказать, мне так хуй, ну, вот, и в этом смысле прям мат очень помогает описать более красочно ситуацию, но в то же время мат должен быть уместным, когда он неуместен. Есть песни с матом, которые, где мат вот прям вот, прям нужен, есть песни с матом, где мат, ну, просто сделан, чтобы был мат и так далее. Я все же в песнях стараюсь не материться, но если вдруг будет какой-то момент, когда нужно будет песни прям, вот это вот как раз таки описание, более красочное и яркое, я, наверное, ну, наверное, смогу матикнуться, да. Но я в то же время не забываю, что меня тоже слушают молодежь, я не могу сказать, что прям дети, но молодежь. И не очень бы хотелось их учить плохому, вот, я не показываю в историях, как я пью алкоголь там или, не знаю, курю кальян, потому что понятно, опять же, да, каждый сам себе режиссер, но все-таки, когда был вообще совсем малой, я смотрел на Eminem, я смотрел на американских рэперов, и я думал, блин, они такие крутые, они курят травку, и они вообще матерятся, и они все-таки, и я хотел подражать им. Конечно, я не курил травку в тот момент, да и сейчас тоже не курю, вы не подумайте тоже. Но все равно, в любом случае, хочется подражать своему любимому исполнителю, я бы не хотел, чтобы все-таки мне подражали мои там вредные привычки, это как бы лично мое дело, и пусть об этом никто лучше не знает, ну, или, по крайней мере, не видит, вот. То есть так же и с матом. Вот по поводу песни, если говорить, то редко, когда сажусь и прям специально хочу написать, что-то. Бывает, так получается, несколько раз так получалось, но все равно самые лучшие песни у меня пишутся, когда я чем-то занят другим, о чем-то думаю, и какая-то мысль в голову пришла, и она превратилась в мелодию. И вот эту мелодию надо уловить, записать на диктофон, ну, и потом уже сажусь, дописываю. Самое сложное — это тексты у меня прям, не то, что прям я не могу писать текста, но это достаточно сложный процесс в том плане, что хочется... Вот первый куплет, да, допустим, мы пишем. Первый куплет я напишу, и все окей, все просто. Второй куплет, когда ты уже... Просто в первом куплете мы задаем же тему какую-то общую, во втором куплете мы уже эту тему раскрываем. И то есть во втором куплете ты должен двигаться в рамках вот этой темы, которую ты завел в первом куплете. И в этом вся сложность, что хочется вот в эти вот три минуты уместить так много информации, чтобы максимально раскрыть тему, но по итогу не успеваешь. Все сказать, и песня кажется с какой-то недосказанностью, что ли. Если про рифмы говорить, когда прям очень сложно, я зову, вот Никита сидит, вот и он мне помогал, допустим, на ту же песню, у нас песня выпускник есть, вот он помогал текст писать, потому что я прям, я не справляюсь, помоги, пожалуйста, он помог. Если не к кому-то обращаюсь, ну, когда проблема с рифмой, не такая большая проблема с рифмой, большая проблема, наверное, все-таки про то, что все-таки вот в этих вот трех минутах важнее упомянуть. То есть можно так-то написать про все, можно описать, описать все там и много-много фактов про все сказать, но хочется же только самое важное туда внести, и ты пытаешься отобрать, а что же все-таки важнее в этом сложность. Поэтому если какие-то проблемы с текстами, то да, либо кого-то зову, либо просто иду, гуляю, не знаю, новыми мыслями каким-то набиваюсь. Но проблема в том, что здесь долго не погуляешь, потому что, как бы там ни было, есть уже определенная поточность уже, как бы это раньше можно было выпускать песни раз в год, а сейчас, если, опять же, из-за большой конкуренции, если ты там не будешь выпускать песни на постенке, когда ты еще не прям уж состоявшийся артист. То есть, если не будешь там хотя бы одну песню раз в два месяца выпускать, люди очень быстро забывают, потому что все, ты пропал, появился новый. Как-то так. По поводу концертов, я не знаю, мне очень нравится выступать именно на концертах. Я не люблю ни клубные выступления, ни корпоративы. Возможно, люблю какие-то фестивали, да, как вот День города в Москве, там, например, или там вот на выпускном мы выступали, когда большая-большая аудитория, и ты выходишь, и там несколько тысяч человек, а то и десятков тысяч, да, и ты вот так вот смотришь на все это, и они кричат, и ты думаешь, блин, ну, все это было не зря, наверное. Но концерты все равно люблю больше, потому что там приходит чисто твоя аудитория. На клубные выступления могут прийти какие-нибудь, ну, в том числе и хорошие тоже, чтобы никто не обиделся. Не, ну, честно, ну, то есть, всегда есть, всегда есть те, кому нравится, и те, кому не нравится, которые ждали, я не знаю, Меладзе, наверное, я не знаю, кого они ждали, но вышел я. И потом, зачем вы приходите на мое выступление, и потом выкладываете в историю, блин, что за говно? Зачем вы смотрите это, не нравится, уходите, я только забуду. Один раз там я выступал в Сочи, мужик сказал, это тоже главное выступление было, я выступал в Сочи вот совсем недавно, и мужик такой кричит, иди домой, вот. Но в итоге он сам пошел домой, его охрана, короче, этот, ну, не вывела, но там куда-то она его отвела, короче. Когда твой концерт, люди приходят именно на тебя, да, они действительно потратили там какую-то свою денежку, для кого-то это действительно даже, ну, отложенные деньги, которые человек долго откладывал. Я не знаю, сколько у меня сейчас билетный концерт стоит, но я раньше не мог себе позволить сходить на концерт к любимому исполнителю. Не то чтобы там я там сильно нуждался в чем-то, но лишней копеечки не было. А сейчас могу ходить на концерт к любимому исполнителю, но уже некогда, и да, и сейчас с этим всем ковидом, и все такое. Поэтому концерты, это для меня, вот, наверное, самое приятное, что происходит, ну, в том, чем я занимаюсь в музыке. Потому что, действительно, увидеть свою аудиторию, я рад, что у меня достаточно такая лояльная аудитория, но в то же время и очень критикующая, в том плане, что если, ну, ну, контролирует меня, короче, то есть в том плане, что если я что-то сделаю не так, то есть, наоборот, я это больше прошу у своей аудитории, чтобы, действительно, если что-то вам не нравится, пишите честно, типа, действительно пишут там, типа, ну, раньше было лучше, там, и все такое. Я вот прям за это, за это благодарен. Потому что, ну, я слышу таким образом, что им нужно, а что им не нужно, например. Поэтому концерты я обожаю. У нас 8 октября, вот, буквально на днях будет концерт в клубе 19.30 в Москву. Первый большой сольный концерт в Москве. Приходите, всех очень ждем. Билетики, надеюсь, еще остались, и приходите, будет круто, душевно, но без танцоров. Мы не танцуем. Танцоров не будет, наверное. Может, что-то у кого-нибудь будет. Но главное, чтобы вы танцевали. Мне кажется, мальчик, ну, в зависимости от того, от ситуации жизни человека, кому-то нравится ревную песню, да, у меня есть, она такая спокойная, тихая, то есть чисто вечером погрустить. Кому-то нравится мальчик, там, потусить, потанцевать. Кому-то нравится вот то, что в альбоме вышло, да, то есть у каждого свои взгляды. Но мне кажется, самое популярное, это, наверное, мальчик на данный момент. Все-таки пока что популярнее еще не написали. Я не то, чтобы не хочу больше хиты писать, наверное, еще буду какие-нибудь хиточки выпускать, но просто хочется, чтобы приходила аудитория и оставалась, а не уходила после того, как хайп вот с этим хитом проходит. Если так получится сделать, ну, и так, в принципе, получается, то есть все равно вот такими вот треками непопулярными набирается та самая искренняя и верная аудитория. Поэтому мы не спешим. Да, то есть пусть лучше будет вот аудитория небольшая, но зато вся твоя и вся активная, чем будет много-много-много, там, несколько миллионов подписчиков, но им нужны будут только твои хиты. По поводу образования, наверное, я не знаю, зачем я в школу, в принципе, ходил. Я в основном-то и не ходил. Ну, бывало ходил, бывало не ходил, то есть как хотел. Мама меня в этом плане, к счастью, не... Ну, хотя она, конечно, тоже ругалась, само собой, но в целом мама мне всегда... Ну, не всегда, но бывало, разрешала прогуливать, и это было офигенно, лучшая мама на свете, вот. И не знаю, может быть, конечно, бывает, конечно, что каких-то там школьных знаний мне не хватает, там, в жизни, там, в общении с кем-то. Когда я с кем-то общаюсь, там, у нас заходит тема, там, про физику, там, или еще про что-то. Ну, редко такое бывает. Я не с такого уровня, там, умственного развития людьми общаюсь, конечно, но в любом случае, если я, если у нас заходит на эту тему разговор, я понимаю, что и все, я здесь сдаюсь, ребята, давайте поменяем тему. Честно, в жизни мне это особо как-то... Ну, я не чувствую в этом, вот, в том, что я... Особо-то мне, вот, действительно, и школы, что пригодилось, это, наверное, только уроки, какие-то фразы с уроков общества знания, как, например, которые я сейчас, кстати, скажу, по поводу высшего образования и так далее. Для себя в девятом классе понял, что я не хочу идти после одиннадцатого класса, или даже в одиннадцатый класс не хочу идти, просто не хочу никуда идти учиться, по той причине, что... Не потому, что я там лентяй какой-то или еще что-то, но я пришел к выводу, что мне школа особо-то ничего не дает, и тратить еще пять лет на то, чтобы получить какую-то бумажку, при условии, что сейчас уже многие компании, как Google и так далее, берут на работу тебя не из-за того, что у тебя диплом, например, а из-за твоих каких-то все-таки личных качеств. И, наверное, все-таки я для себя решил, что я буду лучше сосредоточен на развитии своего внутреннего я, чем я буду просто просиживать штаны в УЗИ и так же нифига не делать. Поэтому, если сказать, что образование там нужно, оно или не нужно, это должен каждый сам для себя решить. Ну, я вот в песнях пропагандирую, как и в новом альбоме, который у нас вышел, пропагандирую, что, ну, свобода, все, ты должен сам выбрать, как ты хочешь. Ты можешь либо идти по прописанному пути, либо можешь идти по своему какому-то пути. Но, как нас учила, да, наша преподавательница по обществу знаний у Надежды Ивановны, она говорила, свобода равно ответственность. И, то есть, если ты выбираешь не идти... Ну, этот мир, короче, тебе ничего не должен. Если ты выбираешь не идти никуда учиться, все. Никто тебе не обещает, что у тебя все получится. То есть ты можешь, да, стать, там, офигенным тиктокером, там, там, суперпопулярным и, там, зарабатывать бабки на рекламе казино и букмекеров. Ну, что там сейчас они рекламируют? Ну, не все, конечно, я общаюсь только с хорошими тиктокерами. А можешь пойти работать в Макдоналдс. То есть тут важно для себя понять, что тебе никто ничего не должен. Точно так же и если ты получаешь высшее образование, не факт, что тебя везде будешь дать, ну, с распростертыми объятиями, типа, помимо тебя же по-любому будут еще люди, кто с дипломом придет. Поэтому, наверное, все-таки каждый решает сам для себя, но не надо забывать и про саморазвитие. Наверное, так. Я раньше не любил ни Инстаграм, ничего такое. Я вот сидел только ВКонтакте, если говорить про социальные сети, да. Сейчас я ВКонтакте не сижу, не захожу, я только захожу, если там группу проверить, там, актив, неактив, либо запись групп какой-то выложить, либо музыку послушать. Вот ВКонтакте, да, я слушаю музыку ВКонтакте. Так в основном только в Инстаграме все же, ну, и бывает перед сном прикольно в ТикТоке там всякие. Я так все рекомендации настроил, мне там такие смешные видосы попадаются, и просто я думаю, сейчас на 20 минут лягу, а в итоге пропадаю на час, короче, на полтора, и все там, ну, правда так смешно. Вот на данный момент это только Инстаграм, не знаю, можно ли назвать Ютуб социальной сетью, Ютуб, ну, и ТикТок по вечерам, это вот все, что со мной постоянно, а так больше, ну, и ВКонтакте музык, все. В принципе, все то же самое, что и год назад, только год назад я еще мог отвечать, а сейчас я уже точно не смогу отвечать всем. Пишут разное, там, привет, давай познакомимся, там, ты очень классный, ты не очень классный, ты нам не нравишься, хватит копировать Макс Коржа, хватит, то есть все, короче, 5-10, очень много, хейты не так много, к счастью, пишут, хейты в основном в комментариях где-нибудь, там, на Ютубе или ВКонтакте, а так личные сообщения никто не пишет, ну, или, может быть, я просто не вижу. А так в основном, да, чисто привет, как девать, то есть ты нам нравишься и все такое. У всех разные причины, наверное, хейта. Кто-то не понимает, как пацан, пацану 19 лет, и он там концерты какие-то свои собирает, там, какие-то места в чертах занимает, и у человека просыпается. Ну, я не говорю, что это обязательно, там, какая-то зависть. Это одна из причин, возможно, что, ну, чувак сидит, ему там, не знаю, там, 22 года, и он думает, блин, пацан на три года младше меня собирает, а что такое делает. Вот, блин, ну, есть какая-то такая злость. У людей не умеет, большинство людей, радоваться за других, наверное. Вторая причина, это, наверное, все-таки, что есть такие же ценители, как я, которые слушают только скриптонита Макс Коржа и все остальное отвергают. И спокойно очень к своему творчеству отношусь, и я понимаю, что там еще очень много развиваться и развиваться, и надо прям учиться, учиться, еще раз учиться, чтобы все-таки быть хотя бы поблизости к уровню кого-то из названных моих артистов, но это еще годы тренировок. Ну, и, наверное, какие-то простые причины, да, наверное, просто хочется написать кому-то говнеца. Не знаю, наверное, может, это тоже какая-то причина хейтерства вот этого всего. Ну, и так еще, да, за Коржа, конечно, да, тоже меня хейтят. Ну, я не отрицаю, да, но я вдохновляюсь им. Назвайте это, копирую, назвайте это, не знаю, там, плагиачу. Как каждому, как угодно, но я чисто вдохновляюсь. Есть свои друзья, есть свои какие-то пацаны, с которыми мы знакомы еще до всего того, как вот это произошло, и как-то мне их достаточно. Я никому в дружбу не лезу и не люблю, когда ко мне лезут в дружбу, потому что, ну, когда человек слишком сильно, слишком складно лепит, и там навязывается, скорее всего, если тебя хотят что-то поиметь. Но в то же время я не против новых знакомств, да, вот уже в этой сфере. То есть если с кем-то получилось так познакомиться, ну, круто, то есть я вот познакомился, тут вчера были на мероприятии, там, скажите, там, с блогерами познакомился, с тиктокерами, там, так просто пообщались и все. Но бывает так, что ко мне подходит, ну, я не знаю, я стараюсь вот этих сферах мероприятий вообще избегать, где вот всякие шишки тусуются, потому что мне это неинтересно, и это как-то меня наоборот только... Я это отвергаю тоже, что ли. Просто приходишь, когда на мероприятие какое-то к тебе подходит человек, он говорит, привет. Я такой, привет, меня зовут там Такта, я говорю, меня Роберт. Он говорит, классное имя, супер. Слушай, у меня сегодня трек выходит, можешь пропиарить? Я такой, понятно. Ну, то есть, я не люблю общение ради выгоды, наверное. Да никто его, наверное, не любит, тоже тут не буду себя строить какого-то. Но мне в любом случае это не нравится, лучше, конечно, все-таки я тогда буду общаться со своими вот старыми друзьями, пацанами, чем ко всем в дружбу лезть. Лишь бы мой трек пропиарили в истории, там, или еще что-то. Я от этого не страдаю, то есть, пусть все, естественно, и ко мне подписчики приходят. По-разному бывает, да, давай я уточню, там, да, блин, сейчас всю контору спалю ко мне. Да, давай я уточню, конечно, я спрошу там у команды, сможем ли мы пропиарить, у нас же это просто тоже скоро релиз, там, это, ну, по-разному, разные причины, разные отговорки, то есть, не всегда я отказываю пропиарить, то есть, бывает, что мы с человеком действительно общаемся, и он, ну, он просит, можешь подержать? И, конечно, я подержу, когда я вижу, что человеку все-таки со мной еще и просто интересно, и мне с ним интересно, почему нет, почему как бы не помочь, вот, не поддержать человека. Да я и без просьбы могу поддержать в то же время. Как я сказал ранее, мне в кайф делать музыку, мне в кайф делать, мне в кайф выступать, снимать тиктоки мне неинтересно, я не, в тикток я выкладывал, опять же, то же самое, сниппеты какие-нибудь, и видосы с концерта, и все. А что там касается, там, танцевать под какие-то звуки, и так далее, я не знаю, не хочу просто, и все. Не знаю, может быть, я сейчас так говорю, и мое мнение изменится, но на данный момент, нет, нас приглашали несколько раз, там, несколько тикток-хаусов, я сказал, ребят, не в обиду, честно, как бы, я понимаю, что да, могут дать огромную поддержку треку, и там, и тикток можно скрутить, и соответственно, и в инстаграм подписчиков набрать, но, я не знаю, может, если бы у меня были цели, как можно быстрее набрать подписчиков, чтобы там, у меня концерт стоил миллиард, и так далее, наверное, да, а так, я, пусть все идет, как идет, и я не буду нарушать свои, ну, это не принцип, ну, почему, просто, просто неинтересно, и все. А тикток дома, ну, круто, что ребята собираются, объединяются, вот с кем знаком, они там рассказывают, как у них все устроено, то есть, они друг за друга топят, и все, все круто, и классно, молодцы ребята, вообще, я не знаю, что можно сказать, главное, чтоб, песен, песен побольше выпускали. По поводу мамы, у нас много ссор было, постоянные ссоры были, как раз таки, да, из-за учебы, потому что, ну, 11 класс уже, ЕГЭ, там, Роберт, там, все, ты ничего не сдашь, и так далее, и учителя говорят, тем более, мама еще и в школе работала, и, конечно, это, наверное, неприятно, когда там, ты работаешь, твои коллеги говорят, вот, что у тебя сын, там, то, сё, и он же никуда не поступит, он же там, то, ничего в этой жизни не добьется, и так далее, он же в школе не учится, он же прогульщик, и так далее. Ну, в то же время, вам не пофиг разве, там, что вообще, там, кто куда и что туда, занимайтесь своим делом, думайте о себе, о своих детях, о своей работе, о своем образовании, чем лезть, о своей жизни, самое главное, чем лезть в чужую жизнь. Чего это за ерунда? Никогда этого не понимал, как вот это вот, не знаю, в нас, это, это у нас, как, ну, вообще у людей, не знаю, надо слетать в другие страны, посмотреть, как там люди живут, не знаю, это у нас у всех, у людей это есть, или это только, там, у русского народа, у нас это такое, что вот, ну, может, из Советского Союза, как-то пошло, я не знаю, что, блин, а что там у других, что там как-то, блин, да ну, ну, хочется как-то узнать, когда у кого-то что-то не идет, там, прям, хочется так, да, классно, что не идет, прям, и люди от этого кайфуют, они получают от этого удовольствия, чужую жизнь, вот, если бы учителя думали о себе и о своих детях, наверное бы, они бы, ну, никто бы не жаловался на зарплату низкую, и так далее, короче, не надо лезть в чужую жизнь, все, по поводу, да, и вот по этому поводу было очень много ссор, что маме говорили, и так далее, и мы с ней, прям, ругались, ругались, что вот, ты не учишься, ты никуда не поступишь, один раз я, ну, прогулял школу, потому что я просто проснулся, это один из классов, я просто проснулся, и я проспал, я подумал, ну и ладно, ничего страшного, но в тот день у нас какая-то там, мега важная, контрольная проходила, что от нее так много зависело, конечно же, и я ее прогулял, получается, и мама мне звонит, говорит, типа, почему ты там прогулял, там все такое, началась ссора, я, потом мы пришли в WhatsApp, переписки, я написал огромное сообщение, я бы ту историю где-то рассказывал уже, огромное сообщение, что, блин, да, может быть, дайте, дайте мне просто свободу, дайте, я сам буду решать, я не, блин, я уже забыл, как я там написал, ну, что-то в стиле, типа, ну, знаешь, пусть лучше я буду наступать на грабли, там, на какие-то ошибки, там, набивать себе шишки, но это будут мои шишки, это будет моя жизнь, и так далее, я буду точно знать, что я к этому сам пришел, а не кто-то за меня, и никого винить не буду во всем этом, потому что сам же виноват, чем всю жизнь перекладывать ответственность на других за то, что, там, тебе кто-то посоветовал поступить так, или как-то по-другому, лучше я буду как-то развиваться, и идти по своей дороге, я просто не хочу оказаться в 40 лет, или там, в 45 лет, на остановке 40 рублями в руке, чтобы доехать до дома, просто-напросто, только лишь потому, что я кого-то послушал, мама поддерживает меня сейчас, очень, ну, прям, постоянно, но тоже отношения с мамой, может быть, из-за этого, я не знаю, может, к психологу, что ли, сходить, узнать, в чем проблема, но как-то, не знаю, не получается у меня с мамой общаться, я редко ей звоню, но зато мама звонит каждый день, алло, да, нормально, хорошо, ну, то есть, нет такого, блин, вообще, все-таки, я не могу, будто бы, рассказать все в полной мере, какой-то барьер стоит, и я не знаю, с чем это связано, не получается, в общем, у нас как-то сейчас общий язык найти, но я надеюсь, еще все получится. Сейчас, да, с мамой отношения вполне прекрасные, вот, я рад, что могу копеечку отправлять какую-то, и вообще, ну, короче, чтобы они там ни в чем все, ну, типа, не отказывали. У меня было это интересно, я не знаю, мне в детстве хотелось быть президентом, сейчас я понимаю, что президентом я вряд ли стану, и сейчас, конечно, я уже вряд ли хочу быть президентом, хотя, кто знает, вон, Каннивест что-то там песни писал, сейчас президенты баллотируются, ничего себе, я думаю, что все-таки у страны должен, ну, у руля, так сказать, должен стоять человек, который все-таки хотя бы историю хорошо знает, и знает, ну, хотя бы чуть-чуть, политически образован, наверное, как-то так. Я не первое, не второе, поэтому, я просто могу, наверное, говорить красивые слова, я просто могу думать о чем-то, я могу давать какие-то советы, возможно, там, что вот в стране не хватает, что в стране не хватает, что вообще надо, нам, надо ли давать кредит кому-то, или не надо, там, зачем это все, наверное, наверное, как-то так, но, чтобы самому стать у руля, это, это вряд ли, потому что я, мне кажется, я приведу страну еще, еще большую жопу, короче, чем сейчас, хотя сейчас мы прекрасно живем. Конечно, я постоянно слежу за тем, что происходит у нас, за тем, что вот сейчас, что в Беларуси там происходит, что в Хабаровске происходит, конечно, это очень, сердечко каждый раз кровью обливается, но, как-то я стараемся, как за этим не следить, если мы в этом живем. У меня всегда был какой-то протест, что с учителями, я постоянно там, свой протест выражал какой-то, что с мамой, что с директором школы, что где бы я ни был, всегда был какой-то протест, что типа, надо, надо что-то менять, ребят. Ну, как-то взгляды надо. У нас с вами слишком старые взгляды. Надо обновляться. Просто, когда я там не вижу какого-то уважения, что ли, к своим взглядам, я, соответственно, так же буду относиться и к чужим взглядам, возможно. Ну, я, ну, при всем при том, уважаю взгляды всех, и все. Кому-то нравится там наша нынешняя правительство, кому-то не нравится. Ну, у каждого свои тараканы. Образование не только школа, в смысле, в целом. Мне очень повезло, что я в школе был, я активничал, несмотря на то, что я был жестким прогульщиком и вообще не особо учился. Я все равно, мы играли в КВН, я был ведущим на праздниках в школе, в каких-то мероприятиях. Президентом школы был один раз, хотя казалось бы, да, как человек, который нифига не учится, может быть президентом. Какой ты пример подаешь, мне постоянно это говорили. Ну, мне как тогда пофиг было, так и сейчас, если честно. Не хотел вообще тогда в президента баллотироваться, но просто нужно было составить конкуренцию двум девочкам. И я просто по угару написал себе вот эту предвыборную, так сказать, кампанию, вот эту вот речь. Я в школьной столу шаурму пообещал. Я мало чего из этого выполнил, но зато выполнил много другого. Но мне не понравилось быть президентом, потому что все вот это вот, все на тебя скидывают, ты должен тем заниматься, тем заниматься, тем заниматься. У нас проводился проект, назывался «Наше время». Прекрасная штука. Активистов из школы собирают на осенние, весенние и зимние каникулы на три дня в какой-то школе. И там проводятся тренинги, ребята готовят проекты, учатся на публику выступать, рассказывать, доказывать свои идеи. Ничего не бояться. Это было круто. Это вот от нашего... Я не знаю, почему это только в Новороссийске такое есть. Ну, по крайней мере, я вот в Москве думал, тоже такое есть, но что-то я так и не встретил. Ничего подобного. Вот такие бы я бы, наверное, в каждом городе сделал. Я бы... Потому что, ну, надо подтягивать молодежь не к тому, чтобы... Ну, вообще бы надо поменять... Ну, я как диванный эксперт сейчас сижу, вот это все рассказываю. Но я бы, наверное, все-таки чуть-чуть поменял бы... Ну, вектор, наверное, все-таки, да, действительно, вот этого вот системы образования, чтобы все было не на то, чтобы заучить, а на то, чтобы научиться, ну, вот это, анализировать, проявлять максимальный актив и показывать свою точку... Не стесняться, показывать свою точку зрения, даже если она окажется неверна, все равно как-то так. Ну, вот я вот этому научусь, потому что мне вот повезло вот попадать на такие проекты и, в принципе, во всю эту движуху попасть в школе. А кто-то не может, кто-то стесняется. И, наверное, как-то надо все-таки подтягивать ребят, потому что, ну, блин, от этого же будущее зависит от того, какие ты личные качества наберешь в школе. От этого зависит будущее. Наверное, я думаю, как-то так бы я сделал. Это если говорить про образование. Я бы с радостью сейчас мог сказать, там, поднять пенсии, там, поднять зарплаты, там, учителям и так далее. Но если бы я знал, как все это устроено, если бы я хоть чуть-чуть понимал, опять же, во всех этих моментах экономических, наверное, бы я сказал, да, надо поднять пенсии. По факту я ничего такого, ничего в этом не понимаю, поэтому я так не могу сказать. Если говорить про деньги, сейчас я ничем не занимаюсь, кроме музыки. Я рад, что я нахожусь, может, это как-то мой какой-то юный взгляд, может быть, еще что-то, я не знаю. Но я рад, что я занимаюсь любимым делом. Я не помню, я везде это рассказываю, что я вот в этом потоке сейчас нахожусь, когда я занимаюсь любимым делом. Оно мне очень нравится, оно нравится другим людям, оно нравится моим близким людям. Я в нем постоянно развиваюсь, и мне не нужно думать о том, что завтра кушать. Вот это называется состояние потока, то бишь состояние счастья. Я счастлив, и поэтому я даже не думаю о деньгах, что-то сильно. То есть я, да, чуть-чуть откладываю на что-то, на квартиру, на хату, да, и все, там, как куплю квартиру, на чем бы другого буду откладывать, не знаю. Приятно в конце всего этого, когда ты выпустил песню, когда ты там все, там, поехал, на концерт выступил, там все, ты выходишь из зала и узнаешь, что тебе еще за это и платят. И это приятно, конечно. Но это деньги последнее, наверное, о чем я думаю. Но тоже, конечно, хочется как-то и копеечку какую-то иметь, чтобы все-таки, ну как-то, у меня вот мама с работы уволилась, как бы, это надо вот все, как бы, брать семью на свои плечи, что называется. Мне какой-то, какой-то супер большой сумме я, наверное, не стремлюсь там, чтобы, ну, может, я просто не понимаю, зачем мне это сейчас. Когда будет у меня своя семья, наверное, будет какая-то определенная цифра, к которой я буду стремиться сейчас, мне там достаточно 100-150 тысяч, чтобы снимать квартиру, и при всем при том кататься на такси, там, и, ну, позволять себе кушать где-нибудь в McDonald's или в ресторане, без разницы, то есть, ну, и в то же время еще вещи покупать. 100-150, то вполне. Много стараюсь не тратить, ну, и чтобы еще маме отправлять. Потом, когда подсчитываю, в конце месяца по итогу, сколько у меня ушло, там чуть больше 100-150 выходит, и я пытаюсь все понять, куда же они уходят, деньжата, ну, наверное, куда-то пропадают. Идеальных отношений, конечно, не бывает. Прям идеальных девушек, идеальных пацанов, ну, в смысле, традиционно, и там, сейчас тоже тут подумают. Наверное, для меня все-таки, в первую очередь, вот есть такое ощущение, человек может быть супер-хорошим, супер-крутым, и там прям вот все, что тебе надо, но это может быть просто не твой человек. Вот бывает такое ощущение, когда вот я чувствую, блин, вот круто, вот этот человек соответствует прям вообще всем критериям, которые мне так нравятся, но я понимаю, что это не мой человек. Все, я не могу его подпустить ближе, чем он есть. Сердечко, что-то у меня не хочет, видимо, подпускать никого. Безусловно, конечно, да, любовь должна присутствовать, нужно же быть влюбленным, конечно, а как иначе отношения-то строить? Но в то же время, да, чтобы в первую очередь девушка была и другом, потому что так хочется не разделять себя на то, какой ты с друзьями и какой ты, типа, там, с девушкой. То есть хочется быть везде одинаковым. То есть так же, как не хочется себя разделять в реальной жизни и на телевизоре. И поэтому, да, в первую очередь, да, чтобы она была другом, но в то же время, чтобы и, короче, чтобы можно было поржать друг над другом, как-то подшутить, как-то можно было в то же время и рассказать какие-то действительно больные моменты, чтобы всегда была поддержка. Это очень важно. Чтоб человек понимал шутки. Не знаю, вот девчонки обижаются на шутки, там. Вот мы с пацанами постоянно там обзываем друг друга в шутку и все понимают, все ржут, там, за жопы друг друга трогаем. И, но в то же время, чтобы человек был верным. Короче, это большая-большая обширная тема, но, наверное, я четко подчеркну, скажу, что главное, чтобы человек свой был. Я встречал таких людей, но все равно расходились какими-то взглядами. Где-то расходились идеи, потому что, ну, я встречал вроде бы, вот офигенный человек, который по этим критериям подходит, но не мой человек. Где-то встречал мой человек, но по этим критериям вообще не подходит. Хочется, чтобы человек тоже к чему-то стремился и развивался. Вот что еще хотел сказать. Я постоянно о чем-то думал, о будущем, обо всем, и много делал, да, вот это вот все там, типа, надо думать о музыке, о том, что сейчас альбом выйдет, так, все, окей, сосредоточились, там, типа, окей. И в то же время еще тут и хейтерские комментарии всякие, ты думаешь, суки, и тут в то же время, там, тем надо ответить, тем надо ответить, все, и голова может взорваться просто, и вот ты приходишь, и когда ты, почему мои отношения закончились, потому что у меня и так вся энергия уходит, и человек еще сосет энергию. Хочется, чтобы человек все-таки тоже к чему-то стремился и понимал, и развивался. То есть, это не обязательно должен быть какой-то популярный человек, но чтобы он тоже, можно развиваться где угодно, можно развиваться в спорте, можно развиваться, я не знаю, по карьерной лестнице идти, можно развиваться просто в какое-то хобби для себя сделать. Ну, просто, чтобы человек мог меня понять. Вот. В какое время мы живем, конечно, по подписчикам, ничего себе. Нет, это вообще не важно. И точно так же там фанатеет, не фанатеет. Ну, нет, конечно, мне было бы приятно, если бы человек мои песни слушал, но так это не прямо уж критично. Да нет, блин, нет, конечно, про каких подписчиков? Мне вообще это, конечно, не нравится, что когда у тебя подписчиков нет, то ты неинтересный, никому не нужный. Ты можешь, конечно, делать великие дела, можешь создать лекарства от COVID-19, не знаю, но если у тебя не так много подписчиков, то не факт, что тебя везде будут принимать. Это лицемерие все какое-то, на самом деле, наверное. Я никого по подписчикам не сужу, есть прекрасные люди, у кого там даже Инстаграма нету, замечательные люди, веселые и классные. А есть люди, у кого миллиарды, ну там, я встречал таких, к сожалению, у кого там дофига подписчиков там в Инстаграме или в ТикТоке или на Ютюбе, но они как люди, наверное, можно так сказать, люди, но есть какие-то люди, которые говно. Ну просто не то, что говно, вообще нет хороших, плохих людей, но просто которые немного, которые мне не нравятся, как люди. У меня никогда не было девушки с силиконовой грудью, никогда не было, не знаю, много ли я потерял, но я не знаю, это дело каждого человека, опять же, как я могу кому-то сказать, типа, вот ты это можешь делать, это не можешь, пусть человек сам для себя решает. Ну да, то есть я к этому нейтрально отношусь, ведь не от этого уже зависит качество человека, есть, не знаю, знаете, Александр Шпак, вроде бы, да, на него посмотришь, подумаешь, ой, боже мой, а человек-то, ну, ну, вроде умный, вроде мыслящий, ну, по крайней мере, вот, если так посмотреть его, там, какие-то видео, ну, во многом умнее даже людей, которые там никогда себе ничего не меняли во внешности и так далее, но при этом любят так покритиковать остальных. Поэтому, да, это дело каждого человека, то есть вообще, конечно, стоит принимать себя таким, какой ты есть, но в то же время, если хочется стать лучше, там, не знаю, ботокс себе в лоб в коготь, возможно, когда-нибудь я к этому приду, когда у меня начнется процесс старения, да верно, боже быть, буду коготь ботокс, я против этого ничего не имею. Хотя сейчас там в комментариях напишут, да, это не по-пацански и все такое, да, пофиг вообще. Поэтому, да, я делаю дело каждого человека. Не знаю, может, я уже этот возраст пережил, я очень хотел себе татуировку в 13-14 лет. Сейчас мне без разницы, типа, ну, я всегда говорю, надо будет, сделаем, как бы, не надо будет, не сделаю. Ну, бывает, сейчас какие-то мысли надо появляться, а что, а давайте прямо сейчас поедем чем-нибудь наколем, но в то же время я думаю, а что наколоть? То есть нет каких-то, может быть, суперважных событий в моей жизни, которые я прям готов сказать, вот это я набью. Потому что они у меня в голове, и в сердечке эти события там, или люди. А набивать это я не знаю. Но, может быть, что-нибудь, сделаю себе наколку какую-нибудь, так сказать. Но пока что я особо об этом даже не размышляю. А, я хотел, типа, у Eminem, опять же, вот, что мы с вами говорим, вот эти вот ребята берут пример с меня. То есть если я что-то буду сейчас тут нехорошего показывать, они будут брать пример. Но я тоже им всегда говорю, ребята, думайте головой своей в первую очередь, а потом уже решайте. И вот у него тут, типа, такой какой-то ободок сделан, очень красиво. Вот я хотел что-то такое, но по итогу ничего не сделал. Нет, не жалею вообще. Я, не знаю, я себя принимаю такой, какой я есть, и все. Но если захочу что-то сделать, сделаю. То есть тут уже как пойдет. Я очень люблю, когда люди думают в первую очередь о чужой жизни, а не о своей. Ладно, если бы это была просто забота, но когда это, как я привел пример, это ужасно. Лицемерие. Да, лицемерие никто не любит, и я в том числе. Вчера ты никому не интересен, а сегодня уже всем так интересен, потому что у тебя есть подписчики. Ну это же лицемерие в какой-то степени, я не знаю, как это объяснить. Хотя в то же время, может быть, вы бы и не познакомились, да, если бы этого не произошло. А так бы, вернее, если бы этого не произошло, то, может быть, если бы вы встретились, вы бы все равно общались. Сложно людям доверять. Да, сложно людям доверять, вот это меня тоже бесит. Ну это реально, не знаешь, почему с тобой кто-то общается. Ну и что еще бесит? Ты не знаешь, когда девчонки обижаются, бесит меня все это. Не знаю, нельзя что ли шутки понимать. Одна из причин, по которой у меня закончились последние отношения. Человек вообще шуток не понимает. Да как так? Надо обидеться. Зачем обижаться? Это же шутка, это не такая обидная шутка, как там могла бы быть. Да вообще просто ситуация какая-то, я что-то шуткану, сейчас скажу слово писька. Там типа, ну типа и все, и обида, ну это как пример, ну в смысле просто писька, это как условное, условное такое это определение, то есть, или просто ее назову писькой. И типа и все, это какая писька, ты что, и все, обиды какие-то там или еще что-то. То есть это ужасно. Можно же не обижаться просто-напросто. Я не знаю, 30 лет, что там будет у меня. Ну, наверное, я не планирую просто ничего. Я, у меня есть там, конечно, да, хотелось бы там семью, там уже к моменту хотя бы там одного ребеночка иметь, машина, квартира, да, понятно это все там, наверное, да. Ну а так как пойдет, то есть я просто занимаюсь музыкой, мне это нравится и ничего пока не планирую, как пойдет. То есть раньше я много планировал, потом я понял, что я задолбался строить планы, они не сбываются никогда. И это действительно, это действительно так, что, блин, когда все это планируешь, нифига вот так не происходит. Поэтому лучше жить, а там уже, то есть как я ни с кем не знакомлюсь, да, но если с кем-то случайно познакомился, это же офигенно. То есть ничего не жду, короче, я от жизни. Я просто плыву в свободном течении, чуть-чуть там, подчуть откладываю на квартиру и все. Ищу там свою любовь и способ не потерять счастье, которое я имею на данный момент. Самое главное в жизни это развитие, наверное, развитие. Развитие это не в том плане, что, в смысле, там только идти по карьерной рестнице или только там заниматься музыкой или там везде ко всему. Развитие может быть и общее, развитие какое-то в отношениях, развитие, когда в отношениях и заканчивается развитие, как это было опять же в последних отношениях, все уже как бы можно расставаться, наверное. Должно постоянно какие-то новые эмоции, что ли, что-то быть, я не знаю. Развитие в семейном плане. Развитие в целом, чем бы ты ни занимался, то есть не останавливаться на достигнутом, а постоянно, конечно, идти вперед. Вот, наверное, вот в этом и нахожусь. То есть, как я сказал, занимаюсь любимым делом, но и не забываю развиваться все-таки, постоянно чему-то новому обучаться и идти, короче, к профессионализму. Редактор субтитров А.Семкин